Правильная рубашка может заставить вас выглядеть на миллион баксов. Неправильная рубашка – потеря денег. Сегодня я подготовил 30 пунктов, чтобы купить идеальную для вас рубашку. Для начала поговорим о посадке. Если рубашка не сидит на вас, тогда не носите ее, или подгоните под себя в ателье. Это первое. Слимфит, регуларфит, или же лузфит. Как должно быть? В основном, это зависит от вашего телосложения. Если вы худой парень, вам подойдет слимфит. Если вы большой парень, я советую вам быть аккуратнее со слимфит. Потому что у вас попросту не будет возможности двигаться. Следующее. Когда вы застегиваете все пуговицы, пуговица на воротнике тоже должна застегиваться. И между воротником и шеей должно помещаться два пальца. А если помещается рука, значит воротник большой. Если вы застегнули все пуговицы, и воротник воздушит, значит рубашка мала. Говоря о плечах, убедитесь, что линия плеча рубашки соответствует вашему плечу. Линия ниже, рубашка большая, выше маленькая. Далее, как она должна сидеть в области торса. Что включает в себя грудь, живот и бедра. Мне нравится, чтобы у меня было где-то 4-5 сантиметров свободного пространства. Я где-то 77 килограмм и 175 сантиметров. Если вы 2 метра ростом и весите 150 килограмм, в таком случае вам нужно немного больше места. От 6 до 9 сантиметров, чтобы было пропорционально. Большинство рубашек, которые вы покупаете в магазине, не будут вам идеально подходить. Что же делать? Если она узкая, вам она не подходит. Но если большевата, вы можете немного ушить ее со спины, по бокам. Так будет выглядеть лучше. Я хочу поговорить об участке рубашки, которую очень сложно подшить. И я считаю, что из-за этого стоит делать рубашки на заказ. И это высокая подмышка. Она позволяет вам совершать больший объем движений, что дает вам больше свободы. Проблема в том, что высокая подмышка уменьшает количество людей, которым она подойдет. Поэтому большинство массовых производителей не делают такие рубашки. За такой рубашкой нужно отправляться к портному. Далее поговорим о длине рукавов. Мне нравится, когда при вытянутых рукавах рукав едва касается запястья. Мне должно быть комфортно водить машину. Но на самом деле больше нравится, когда при опущенных руках на запястье ничего не нагромождается. Далее длина рубашки. Когда вы заправите рубашку лишь на пару сантиметров, она будет выправляться весь день. Это не то, что вам нужно. А на 10 сантиметров уже не будет таких проблем. Я предпочитаю, чтобы моя рубашка была длиннее. Я обнаружил, что длинные рубашки дольше держатся на месте. Далее манжеты. Правило такое, чтобы вы могли закатать рукав, когда расстегиваете пуговицу. И когда вы ее застегнете, они должны быть достаточно узкими. Но не давить. Это неудобно. Но не настолько свободны, чтобы вы могли просунуть кисть в рукав без расстегивания пуговицы. Если вы носите часы, например, на левой руке, вам нужно оставить на этой стороне дополнительный сантиметр полтора, чтобы часы без проблем помещались под манжету. Далее ширина рукава. Речь идет о том излишке или недостатке ткани на ваших рукавах. Если эта рубашка на заказ, вам не о чем беспокоиться. Но если она из обычного магазина и хорошо подошла вам в области торса, что случается редко, знаете, что, вероятно, вам придется немного ушивать рукава. Я закончу эту тему разговором о пропорциях. Зачастую пропорции касаются воротника и манжет. Многие фабрики используют один размер воротника и один размер манжет для всех рубашек. Неважно, на кого она. На парня ростом 150 и весом 50. Или 2 метра и 150 килограмм. Обратите внимание, как смотрится воротник. Наденьте рубашку и, если он смотрится неправильно, остерегайтесь такой рубашки. При пошиве на заказ учитываются эти мелкие детали. Итак, далее поговорим о тканях. Рубашка перед вами – классическая белая рубашка. Это самая формальная рубашка из всех. Но что произойдет, если вы добавите мелкий повторяющийся узор? Ну, рубашка станет менее формальной. Пойдем дальше. Давайте добавим полоски. Вы можете наблюдать, что во всех случаях ткань влияет на формальность. Вот это снова полоска, но она бордовая, неформальная. А здесь маленькие точки на темном фоне. Опять же, повседневная. Затем льяная рубашка. Даже если она однотонная, она сделана изо льна. И чем дальше мы уходим в кэжуал, тем смелее становятся рисунки. Их появляется больше. Разных цветов, привлекающих много внимания. Итак, мы быстро прошлись по цветам и узорам ткани. Поговорим о весе. Я обнаружил, что ткани потяжелее, сохраняют форму немного дольше. Определенно подходят для низких температур. Но легкие ткани великолепны летом, когда вам нужно что-то дышащее. Все зависит от ситуации. Но обратите внимание на вес и плетение ткани. Плетение ткани. Что это значит? Что ж, как соединены между собой нити пряжки. Это может иметь большое влияние на способность ткани дышать. На сам внешний вид и узоры. Итак, это классическая твиловая рубашка. У твиловой ткани вы можете наблюдать небольшой рисунок. Но это очень плотное плетение. У нее есть небольшой блеск. А это рубашка с плетением Бродклосс. У Бродклосс более серьезный и приглашенный вид. Отлично подойдет, когда вам нужна рабочая рубашка на пуговицах. Обратите внимание на небольшой блеск на этой рубашке. Здесь плетение поплин. Очень плотное, приятное плетение, которое придает ощущение легкости рубашки. А здесь довольно простое плетение корзинка. Шикарно в этом случае, потому что здесь силен. Очень легкая, отлично дышит. Поговорим о видах тканей. Хлопок – самая распространенная ткань. Я люблю хлопок, потому что он долговечный, прочный. Вы можете его испачкать и стирать множество раз. Хорошая хлопковая рубашка может пережить от 50 до 100 стирок и сушек, в зависимости от качества. Вы также будете встречать смешанные ткани. Это придает им способность тянуться. И я не считаю, что добавлять синтетический материал плохо. Главная проблема синтетики в том, что она неустойчива к жаре. Если вы поместите ее под слишком горячий утюг, ткань может расплавиться. Вы уже слышали, как я упоминал лен. Эта рубашка сделана из льна. Отличная летняя рубашка. Дышащая, прекрасная для жаркой погоды. Проблема льна в том, что он очень легко мнется. Она больше подходит для повседневного стиля в жаркую погоду. Ну что, поговорим о дизайне, чтобы выбрать идеальную рубашку. Опять же, это зависит от ваших нужд. Для начала, посмотрите на воротник. Воротник – одна из важнейших деталей стиля рубашки. Потому что он обрамляет лицо. Нужно посмотреть на длину воротника и его ширину. Эти две детали зависят от того, широкий это воротник или узкий, длинный или короткий. Это имеет большое значение на внешний вид воротника. Классический деловой воротник. Он придуман для того, чтобы носить с ним галстук. И большинство рубашек с полки имеют такой. Но вы могли заметить, что в большинстве своих видео у меня широкий воротник. По причине того, что я редко ношу галстук. Воротник на пуговицах – это кэжуал стиль. Вы можете носить повседневную рубашку с таким воротником, но не классическую. Также убедитесь, что под воротником есть стойки для воротника. Стойки для воротника – металлические и пластиковые – вставляются в воротник, чтобы поддержать форму. Ваш воротник может спасти или испортить рубашку. Убедитесь, что вы подобрали стиль, который подходит вашим конкретным нуждам. Далее поговорим о видах манжет. У меня классические манжеты-бочки. Вы также увидите другие виды манжет. Вы также увидите другие виды манжет. Френч. Французская манжета состоит из двух сложенных слоев ткани, скрепленных запонкой. Одна из моих любимых – манжета на двух пуговицах. Мне нравится, как они выглядят. У меня ряд таких рубашек. И, как по мне, они сами говорят о том, что это сделано на заказ. И раз уж мы заговорили о пуговицах, поговорим об их видах. И, по моему мнению, лучшие пуговицы, которые можно найти – перламутровые. Они могут быть как очень мелкими, так и очень крупными. Пластиковые пуговицы завоевали свое место. Они дешевле. И очень часто пластиковыми пуговицами заменяют перламутровые. Но, по мне, перламутровые лучше. И пока мы говорим о пуговицах, поговорим о контрасте пуговиц и контрасте швов. В зависимости, что вы ищете. Классическая простая белая рубашка – вам не нужен контраст. Но для кэжуал-рубашек вам нужно выделяться, чтобы немного быть другим. Я считаю, что контрастирующие пуговицы отлично подойдут. То же самое и с контрастным швом. Обычно их используют на пуговицах или на разрезах для пуговиц. Далее поговорим о карманах. Обратите внимание, на большинстве моих рубашек нет карманов, и это преднамеренно. Мне нравится гладкий внешний вид. Вы можете использовать карманы, но зачастую они делают рубашку более повседневной. Особенно, если на них есть пуговицы или клапаны. На спине вы можете увидеть разные варианты складок. Вы увидите встречную складку, складки с обеих сторон и без них. Мне нравится ходить без них, опять же, потому что большинство рубашек сделаны на заказ. Но если вы ищите рубашку в магазине, поймите, что эти складки дадут вам больше свободы. Далее качество пошива. Обратите внимание на детали. Первое, на что я смотрю, это воротник. Дополнительная полоска ткани, пришитая вокруг шеи. Это сделано для укрепления. Очень здорово, что это есть. Далее смотрю на швы на одном сантиметре. Я должен видеть по крайней мере четыре стежка на сантиметр. Восемь стежков на сантиметр. Очень хорошо. Я вижу дополнительные пуговицы как наперед, так и на манжеты. Если внутри хороший пошив, значит везде тоже. Далее поговорим о монограммах. Многие люди их не любят, потому что их рубашки начинают выделяться. Их наносят на воротник, на манжету. Исторически монограммы располагались на рубашке спереди под нижней пуговицей. И по мне, если у меня будет монограмма, я расположу ее именно там. Ну что, друзья, слишком много информации? Не переживайте, в описании под видео я подготовил целый перечень, которые вы можете распечатать и пользоваться им каждый раз при покупке идеальной рубашки.